Невозможно, нельзя пропустить. Это будет нереально крутой человек, который расскажет про свою жизнь, про свой опыт. И сейчас, чтобы понять, кто это, давайте же посмотрим сначала короткое видео-визитку, и потом я вам объясню, кто это человек. Итак, она является генеральным директором и соучредителем сообщества Wonder Woman, а также давним экспертом в области электронной коммерции, обслуживания клиентов и профессионального тимбилдинга. В течение нескольких лет она была силой бизнес-сообщества Центральной Азии, а с 2010 по 2015 год была членом организационного комитета многочисленных масштабных мероприятий, включая универсиаду 2013 года в Казани, Олимпийские игры в Сочи и другие чемпионаты мира и Европы по видам спорта в России. В 2015 году она начала курировать билетную программу международной выставки Экспо 2017 года, который прошел в Астане. Итак, под бурный аплодисмент я приглашаю на нашу сцену. Рада Исламова со своей презентацией. Всем здравствуйте. Тяжело, да? Я вижу, что всем уже так это за два дня насыщенной программой. Я первый раз выступаю, последний. Это тоже оказывается неприкольно. Все время ждешь, ждешь охота уже отстреляться и все. Все. Меня зовут Рада, и я позиционирую себя как... Сейчас. А куда? Что делать? Я чувствую себя, даже не скорее не позиционирую себя, я по-настоящему внутри чувствую себя гражданином мира. Я родилась и выросла в Узбекистане, в Ташкенте. Моя семья туда попала до войны. И где-то после девятого класса, например, если в Казахстане очень хороший был ориентир на Запад, то Узбекистан потихонечку закрывал свои границы. К сожалению, об этой программе мои родители и я, мы не знали. И был вопрос, что дать нам, как детям, какое образование мы будем получать. Было принято решение уехать на нашу историческую родину, в Казань. И мы переехали в Казань. В Казань я закончила старшую школу. Я вообще с детства хотела быть госслужащим. И когда меня в три года первый раз спросили, с кем я хочу стать, я сказала, что я хочу стать премьер-министром. Тогда была Маргарет Тэтчер, она мне так нравилась. И мама мне рассказывает, что я все время так на нее завороженно смотрела по телевизору. Понятия не имела, кто это человек, но мне нравилось, как звучит. И поэтому я решила закончить Академию госслужбы. Вообще мне нравилось всегда работать с людьми, служить в хорошем смысле. И в Казани я поступила в Академию госслужбы при президенте Российской Федерации. Училась там. И уже во время прохождения преддипломной практики, различных практик, вернее, после курсов, я поняла, что сложно молодым девушкам, у которых там внешние данные какие-то есть, действительно сложно. Мне откровенно, открыто говорили, зачем ты пришла? Лето, жара, иди, тебе жениха надо искать, замуж выйти. Это в России, где более западное мышление. Но спасибо этим стажировкам, которые были после каждого курса, потому что это помогло мне к пятому курсу понять, что нет, в государственную службу пока я не пойду. В этот момент как раз Казань выиграла право на проведение универсиады в Казани, которая в 2013 году была универсиадой. Это Олимпиада только для студентов. Это большое событие, 27 видов спорта и так далее. И мне очень хотелось туда попасть. Я туда попала, на стажировку, на преддипломную практику. И на третий день я поняла, я попала в департамент маркетинга, работая со спонсорами. И вот впервые я поняла, что вот я там, где я должна быть. Я проработала 8 месяцев бесплатно после своей дипломной практики. Меня очень тогда поддержали родители, очень. Они сказали, что если тебе нравится работать, ходи туда, пока тебя не возьмут на работу. Все финансовые вопросы мы пока закроем сами. И действительно, меня сначала взяли просто по какому-то контракту символическому, а потом меня уже взяли официально в штат. Я не боялась работы. Я с утра до вечера также задерживалась, как и работала, как обычные штатные сотрудники. И это были замечательные 5 лет в моей жизни, которые я посвятила Казани и проведению всех мировых топовых событий. Так, сейчас быстро пробегусь, где я уже пожила. После этого я жила в Астане. И вот последние 4 года я живу в Алмате. В 2010-2015 год это как раз работа в сфере проектного менеджмента, ивент-менеджмента, кризис-менеджмента. Это и универсиада в Казани, это и Олимпиада в Сочи, чемпионаты мира. Мы провели где-то порядка 5 чемпионатов мира, 15 чемпионатов Европы. Заявочная компания «Фина». «Фина» — это чемпионат мира по водным видам спорта. По зрелищности он уступает только чемпионату мира по футболу. По сути, даже Олимпиады так не смотрят, как смотрят чемпионаты мира по водным видам спорта. Вы как раз провели заявочную компанию. В 2015 году это случилось. И в 2000 уже когда я закончила, вернее, когда я закончила с универсиадой, и я очень делала все, чтобы попасть на Олимпиаду в Сочи, работать, потому что мне, в принципе, очень нравилась карьера спортивного менеджмента. Я видела себя как человек, который работает в Международном олимпийском комитете. Меня вообще завораживала вся история, связанная со спортом, потому что именно в этот момент я видела, как люди вместе объединяются. То есть когда вы на стадионе в Сочи, на Олимпиаде, тогда уже была ужасно напряженная атмосфера вокруг России. И когда ты видишь, как выступает фигуристка, и все страны, которые так не любят Россию, они в этот момент вот так вот завороженно смотрят на эту девочку, и они совершенно забывают, из какой она страны. Это Юлия Лепницкая, 15 лет ей было. И вот это единство, вот этот дух созидательный, он меня очень сильно подкупал. И это уже потом, чуть повзрослее, когда я анализировала, что же мне так нравилось в этом ивент-менеджменте и вот в спортивных событиях. Это вот это единство и дружба, когда вся политическая такая повестка отметается, остается только конкретный спорт и праздник спорта. И вот это вот все меня очень сильно всегда будоражило, и мне это очень сильно нравилось. Но после Олимпиады в Сочи, когда я уже вернулась, вернее, уже перед этим меня начали хантить в Экспо, но я не сдавалась, я вообще не рассматривала переезд. Мне тогда ухватило одного переезда из Ташкента в Казань. Я, кстати, очень долго привыкала к России, потому что мне так хорошо было в Узбекистане, в Азии, что Россия такая другая, что мне было сложно. Я первый год, хотя я очень коммуникаменная, даже общаться мне было сложно. И поэтому я только там адаптировалась, куда-то переезжать я вообще даже не думала об этом. Но ребята из Казахстана оказались очень настойчивые, а я впервые в такой уже достаточно взрослой жизни, рабочей, столкнулась с тем, что мое руководство, которое очень успешно провело все вот эти спортивные ивенты, их повысили, кого-то забрали в федеральную власть, кого-то забрали в республиканские, старстанские, государственные органы. Мне поставили коллегу, которая раньше была такая же, как я, руководила одним из направлений. Я во время всех этих спортивных ивентов занималась тем, что вы, наверное, всегда видели, какая-то есть сувенирная продукция, одежда, связанная с символикой игр. Это всегда было на мне. Мы и в Китай ездили, в Шэньчжэнь, в заявочный компания, русский дом там делали. И куда мы только не ездили, на самом деле, представляя Россию, универсиаду, чемпионаты мира и так далее. И я столкнулась впервые в жизни с тем, что меня как... Ну, то есть хотели под себя очень сломать, наверное. То есть это такая была женская травля в мою сторону. А наш непосредственный с ней руководитель подключился к этому делу. Они были вдвоем очень молодые. Они меня старше, наверное, не 33, но сейчас им, наверное, лет по 37, по 38. И вы знаете, я безумно любила свою работу. Я же говорю, я с утра до ночи работала. Я помню, когда закончилась универсиада, я вышла с работы и думаю так, а что люди делают, когда полседьмого вечера на улице? Светло, а что делать-то? То есть настолько... У нас такая классная там была атмосфера, что на контрасте этого появляются два человека. Моя непосредственная руководительница новая и наш курирующий заместитель. Оба молодые, амбициозные, и у них модель управления людьми такая. Вот прогнуть. Вот нет у них, нету. Ты будешь делать только, как я скажу, и точка. Меня хватило на два месяца. Ну, уже тогда за мной казахи приехали в Казань и сказали так. Давай так, мы тебе оплатим поездку, приезжай в Астану, познакомься с нами, посмотри вообще на свою будущую руководство. Понравится? Понравится. Нет, обещаем, отстанем, потому что реально полтора года мы с ними держали связь. И я поехала просто в том, что тут стало невыносимо. Я поехала, и через минут 10-15 спустя, после разговора со своим будущим руководителем, я поняла, что я переезжаю в Астану. Приехала в Казань, и вы знаете, мне не хватило смелости сказать, а непосредственный человек, который генеральный директор, он остался из старой команды. Мне не хватило смелости сказать, почему я ухожу. Я, у меня тогда в Ташкенте очень сильно дедушка болел, и я под соусом того, что мне нужно туда за ним ухаживать, уехала в Казахстан. И через месяц уже так всем объявила, что вот я тут в Казахстане оказалась. И буквально полгода назад я давала интервью в Казахстане одно, и как раз, я помню, редактору я это проговорила, и осознала, что наконец теперь, я не боюсь сказать вслух, что я ушла тогда просто потому, что мне было тогда 26-27 лет. Мне реально не хватило духу сказать, что вы знаете, я не хочу, чтобы со мной так обращались, я ценю себя как менеджера, и не хочу, чтобы кто-то мне говорит, ну то есть я не телок, куда меня повернули, я туда и пошла. Вот. Так я оказалась в Астане. В Астане я должна была заниматься привлечением партнеров и спонсоров, потому что в этом плане у меня тоже был опыт. Но меня попросили, только по логике такой, что ну ты же работала на этих моментах, ты же знаешь, как билетная программа делаете, я говорю, ну я никогда ее не делала. Ну ты же видела какая-нибудь заходит по билетам, давай неделю позанимайся этим делом. В итоге я этим занималась все время, пока жила в Астане, пока работала организатором. Дети Экспо. Полностью вся билетная программа, то есть подготовка всей концепции, презентации у Лавейгаса нашли, потому что лично глава государства курировала этот проект, это очень был страновой, важный, имиджевый проект для Казахстана, и после должна была реализовать. Помимо билетов на входы, так, что-то я как будто бы вперед, да? Помимо того, что нужно было организовать, вообще как бы входы группы работать, у нас был большой, крутой проект, это цирк дюссалей, и концерты мировых звезд, концерты зарубежных, ну странные, СНГ. Вся эта задача тоже легла на меня. У нас было, ну сначала я была одна, потом нас было двое, потом нас было трое, потом нас было еще плюс один, потом еще плюс восемьдесят, потом еще плюс двести волонтеров. В общем, вся моя работа заключалась в том, чтобы люди по билетам, классам, мягко, резоненно, без стрессов зашли на выставку и потом вышли из нее. Это было три месяца, выставка международная, вот, кстати говоря, «Вефлевая башня» в Париже, она как раз строилась в такую выставку. Выставка длится без гейта в Дубае, кстати, сейчас в Дубае идет вот похожая выставка. Как раз они после нас следующие были. Вот, три месяца, без выходных, вот там, в утром, в ночном выставке, очень связанная работа, и все-таки после этого я поняла, что с меня хватит, пока мне нужно отдохнуть от проекта «Ноумэнглент», это действительно очень связанная работа. В этот момент мы уже познакомились с Рамилем Кухаряковым, в Чоко Фермеле, он пришел тогда ко мне, ну, с предложением, давай на Чоколайфе продавать билеты на экспо с 50-процентной скидкой. Я ему говорю, не, подожди, а чего мы тогда заработаем? Ну, то есть, у нас и так билет стоил, на тот момент это было, типа, 10 долларов даже не стоило. Это самые дешевые билеты на выставку и на цирк Дю Салей за всю историю, во-первых, цирка Дю Салей, во-вторых, за всю историю выставки экспо. Вообще, какие проходили там, сколько лет, больше ста. Вот. Мы не договорились, но при этом мы подружились. То есть, как две личности, которых там, у нас там объединила общая книжка «Любимая Атланта расправил плечи». Кстати, кто-нибудь читал эту книгу? Я помню, что я ее читала по Сочи, когда она на Олимпиаде была. Я вот прям всем искренне рекомендую прочитать эту книгу. Она прям вот меняет сознание. И вот мы на этой почве с ним как раз подружились, и когда закончилось экспо, он меня начал хантить в Алмату. А я по классике жанра должна была возвращаться в Казань, потому что у меня там семья. Но я поняла, что мне нравится в Центральной Азии. Я родилась здесь, я в сознательном возрасте уехала отсюда. И я не хочу в Россию. Мне классно здесь. Хотя я очень люблю Россию, я очень люблю Казань. Это моя история, такая историческая родина, моих предков. Но мне классно жить в Центральной Азии. Я вот по-настоящему наслаждаюсь. Я полюбила ужасно Казахстан. И, в общем, решила остаться. Уехала одна в Алмату. Никого там не знаю особо. То есть это там только была одна семейная пара, друзья, близкие моей подруги. И все. Но мы с ними тогда два-три раза виделись в жизни. Не было ни работы, ни квартиры. Я переехала туда. За два дня до переезда написала Рамилю, что, слушай, там три месяца прошло с момента его оффера. Я говорю, если у тебя оффер в Силе, я переезжала в Алмату. Он говорит, да, в Силе, давай вот прям сразу, с корабля на бал, приезжай к нам. И тогда у меня впервые в жизни было собеседование, потому что обычно меня приглашали на работу. Ну и вообще я работу особо не меняла, там только два проекта. Ну, то есть две страны и вот два больших, ну, ивента, в общем. И тут передо мной вот так вот сидят ребята. А в Choco Family очень западный подход, то есть есть правление. В правлении состоят директора других проектов, HR-директор и за финансы кто отвечает. Вот они вот так сели передо мной напротив меня, я сижу. И мне тогда, помню, впервые задали вопрос, а как ты себя видишь через пять лет? И я вообще не поняла смысла, какие пять лет. То есть это первый раз в жизни, когда я услышала этот вопрос и задала его сама себе через этих ребят. Я, конечно, там не ответила, потому что я искренне не понимала, что ответить. Но я, наверное, там что-то сказала, типа, ну, наверное, там замуж выйти, дирать. Это же классическая такая история, да, что обычно хотят услышать от тебя, наверное. Вот. Но все нормально, мы договорились. Там было на выбор два проекта, iDoctor, это сервис по подбору врачей. Но там самое настоящее экспо надо было провести, чтобы вот, ну, работу такую сдвинуть, по-другому немножко начать. Они тогда только выкупили долю у акционера, насколько я помню. И второй проект – это Landsmark. Это крупнейший игрок по продаже контактных линз. Это очень классический ритейл, классический e-com. И Рамиль говорит, давай так, ты научись как песочница, потому что я же не была никогда предпринимателем, да, управлять бизнесом онлайн, ну, чтобы дальше расти внутри холдинга на более сложной задачке. Ну, окей. А, то есть я сразу сказала, «Ай, доктор, не потяну», потому что вот только два месяца назад закончился проект, который вот, ну, все, меня скушал. Мне нужно чуть-чуть поспокойнее что-то. И вот решили, что это будет Landsmark. И тоже было очень интересно, потому что я… так, сейчас, совершенно ничего не понимала в e-com, вообще ничего не понимала в e-com. И вообще, ну, как бы вот никогда бизнесом от А до Е я не управляла. И мне нужен прибыльный бизнес, и задача была моя не упасть в прибыли, то есть и беда должна была быть всегда положительной, как и была. Беда – это чисто прибыль, да, которая остается у проекта, у бизнеса. Ну, в общем, а, и команду надо было набрать, там не было команды, кроме менеджера склада. Ну, и вот весь этот челлендж так лег на мои плечи. В ChocoFamily я проработала четыре года, и как бы одна из задач… У нас с Рамилем было три задачи. Быть в положительной беде. Второе – это собрать крутую команду. И третье – продать проект, продать бизнес. Ну, как бы он очень хотел, чтобы мы Landsmark продали. Справилась со всеми тремя задачами. Единственное, что проект не продали буквально за два часа до созвона с человеком, который должен был, ну, финально, да, да, нет, нет сказать. Рамилем сказал, что нет, продавать не будем. А я в тот момент уже, как бы, было понятно, что через… Я ухожу. И, ну, поэтому, как бы, проект не продали. Сейчас им управляет моя команда, другой руководитель. Ну, это уже, как бы, его хозяин барин, это его решение было окей. Еще, помимо этого, вау-сервис. То есть после экспы, честно сказать, такое насмотрелось, каких только мне гадости не желали люди, потому что я их не пропускала по билету на выставку, не пропускала их детей на цирк Дюссале, и мне подходила там какая-нибудь женщина и говорила ребенку, видишь вот эту тетю, вот из-за нее ты цирк Дюссале никогда в жизни не посмотришь. Честно, это вот самое мягкое, что я вам рассказываю. Волонтеров моих били там, я их защищала, и жаловались на меня президенту за то, что я казахский, не знаю. Ну, упускаю тот момент, что я приглашенный экспат, задача которого имею опыт сделать то, что, ну, хорошо сделать свое дело. Вот. И сказать, что я была вау-сервис такая изнутри в тот момент, нет. И вся эта история про вау-сервис мне немножко уху резала, потому что вот я была такая, как побитая собачка, которую три месяца вот просто я ходила в очках, не снимая, потому что я понимала, что это хоть какая-то защита от, ну, таких недовольных людей по каким-то причинам, которые срываются там на мне, потому что я еще не давала команду обижать, всегда на себя этот удар брала. И в Choco Family, на самом деле, вот это мое сердце растаяло, растопили они лед вот внутри меня, защитный такой. И вау-сервис в Choco Family является одной из ценностей. И, собственно, я сама насквозь ну, вот теперь это точно пропитана этим качеством, да, и к лендсморку мы так относились с командой, и сейчас к проекту точно так же относимся. Но, тем не менее, уходя из Choco Family, я с гордостью уходила, потому что, если я, когда пришла, были регулярные какие-то ошибки и недоработки, то, когда я уходила, ну, я не знаю, если раз в год кто-то, Рамилю там что-то напишет, и все, это вот в лучшем случае. И команда, которая удалось мне построить вот через призму, есть такая замечательная книга, я всем очень рекомендую ее прочитать, называется «Клиенты на всю жизнь». Почитайте ее. Вот она перевернула, это тоже одна из мастер-книг была в Choco Family. Там очень классная, ключевая мысль о том, что вчера это сказала Джамиля. если вы то или иное там услугу, не знаю, действие можете сделать для своей семьи, для своей подруги, мамы, если там дочки, а почему вы не сделаете это для клиента? Потому что клиент вам приносит доход, и там вы можете себе позволить своим же там семье что-то оплачивать, себе что-то покупать и так далее. И все. Я искренне полюбила Вау-сервис и прям вот пропитала им, начиная от курьеров, заканчивая менеджерами, которые даже не относятся к непосредственно разговору с клиентом. И в принципе я была очень активна с точки зрения действий внутри холдинга, потому что Рамиль вчера говорил, сколько у нас людей. Я очень люблю историю, связанную с экологией, сортировкой мусора, с осознанностью. Вот, наверное, правильно это будет сказать. Я очень инициировала эти штуки в холдинге. И что хорошо, предлагай, реализовывай и пожалуйста. То есть в этом смысле Чука Фэмили отличная была площадка. И я чувствовала, что это мне не безразлично. Я за это топила и в холдинге инициировала эти штуки и реализовывала. Вот. Ну и гендерные вопросы, естественно, куда без них. Я про это тоже на 100%. Про здоровое отношение к женщинам, к мужчинам и вообще, в принципе, к команде. И как бы откровенно, нигде не бывает идеальной. Все, что где шероховатости, которые я видела в Чука Фэмили, я старалась, инициировала. Например, я вижу, что девчонка потенциальная, она ставит парня за его потенциал, а у нее крутые результаты, ее не ставят руководителем. В какой-то из проектов холдинга, вообще не относящийся к моему. Я приходила к Рамиле и спорила с ним. Потом я направление могла задать эти вопросы. Почему вы девчонкам не даете эту возможность? То есть я действительно за это прям топила. И девчонки ко мне очень часто подходили. Я была единственной топ-менеджер с опытом, женщина в холдинге. И ко мне прямо обращались. Я была, для кого-то я была ментором прямо на регулярной основе. И, в принципе, со мной всегда можно было на эти темы поговорить. И, в общем, тогда уже, там еще был один определенный момент у меня с Рамилем, тоже связанный с гендером. И в этот момент я читала книгу Шерилл Сенберг, «Не бойся действовать». Шерилл Сенберг это операционный директор Фейсбука. Она работала с Сергеем Брином и, второй забыла, в общем, о Гугле. До этого работала в Министерстве финансов Америки. И вы знаете, когда я читала эту книгу, у меня был самый сильный инсайд, вообще, такой, который меня прям озарил. Я всегда была уверена, что вопрос гендерный это скорее вопрос, может быть, нашего региона. Потому что мы все привыкли так говорить. Это у нас так в Кыргызстане, это в Казахстане так. «Ой, Россия невозможна». Оказывается, так везде. Везде те сложности, с которыми женщины сталкиваются по пути, когда они выбирают профессиональную реализацию, у них везде одинаковые сложности. Потребности у нас же всех одних и, соответственно, трудности тоже одни. И вот когда я это осознала, я поняла, что если у Шерилл был ресурс внутренний написать эту книгу, чтобы помочь женщинам, у меня есть ресурс создать такое локальное комьюнити в Алмате, потому что у меня очень крутое, вот классное окружение в Алмате среди девушек, которые очень много чего достигли сами своим трудом. И мне хотелось другим женщинам показать, что это не там, на Западе, по-другому. Вот, ну, Америка страна свободы. Ну, ерунда, везде одинаковые сложности возникают. А вот девушка из твоей страны, из твоего города, она твоя ролевая модель. А ты не хочешь ее послушать, историю? Может быть, она тебя вдохновит? В общем, весь 19-го, так и создался комьюнити Wonder Women. Сначала это было 190 девочек из Алматы. Это чат из 30 человек, куда добавили, кого-то добавили, добавили. И в WhatsApp я делала анонс, и за 19-й год мы провели 9 встреч раз в месяц. Я приглашала прям очень крутых девчонок из Казахстана. В Казахстане их все прям знают. Опять, я приглашала тех, кто очень близок мне по ценностям. Не всех, не ради хайпа самую модную, а наоборот, мне хотелось показать, что много женщин, просто не у каждой есть время, ресурсность и творческая какая-то такая нотка, чтобы так активно топить на своей страничке в Инстаграме. Вот. И потом начался ковид. Тут как бы в принципе, да, все нырнули в себя. Я не исключение. Я стала себе задавать вопросы вообще. Кто я, что я, зачем я, как я. Я поняла, что мне важно единство. Мне очень скучно делать что-то на маленький рынок. Я привыкла к международной масштабе, когда вообще нет границ. Я знаю, что я хороший, классный эксперт в тех делах, в профессиональной деятельности своей. И мне важно выбирать, где мои классные скиллы будут полезнее. Я поняла, окей, а что это? Ну и кто-то, знаете, меня как будто шептал. У тебя же есть Ван Друговин. И, может быть, вы слышали, есть такая девушка Анита Акишева. Она эксперт по дизайн-мышлению. Она проводит ее в Бишкеке и в Казахстане. Ее все знают. Она проводит креативные сессии. У них есть курс с ее сестрой потрясающий. Она моя подруга. Я позвонила ей, попросила, суши, встретимся. Давай встретимся, вытащи из меня все, что ты можешь из меня вытащить. Как фасилитатор вот таких стратегических сессий. Ну и мы наштормили, придумывали и поняли, что, ну а как можно женщин объединить? Ну, наверное, только техническое решение создать. В общем, в конце 3-го где-то сентября прошлого года я приняла для себя решение, что я ухожу еще кофемили и буду полностью заниматься проектом Ван Друговымин. Он был абсолютно нон-профит с фокусом на Алмату, повторюсь. Я когда зашла к Рамиле, я говорю, слушай, у меня к тебе есть важный вопрос. Да, давай. Я говорю, ну я решила уходить. И он на меня такой смотрит, говорит, что, женские штучки свои что ли? И смеется. И я говорю, да, женские штучки. то есть вы понимаете, да, что несмотря на весь западный подход, в любом случае есть какая-то такая вот скептическая история, что мы какими-то женскими штучками занимаемся. Ну, по крайней мере, давайте расскажу вам про эти женские штучки. Ван Друговымин это про, в первую очередь Ван Друговымин это про развитие во всех сферах, про поддержку, про обмен опытом и про созидательную энергию. То есть в принципе то, из чего я сама состою как фаундер, из этого состоит комьюнити и, соответственно, то и транслируется как ценность уже потом в комьюнити в само. На экспо, после экспо я поняла, что у меня не осталось ни капли энергии на борьбу. Я просто, я абсолютно человек, который, у меня бесконечный ресурс энергии только на созидание. Там, где надо кому-то что-то доказывать, бороться, сразу меня можно исключать. Я не хочу. Я такой, это мирный воин, что ли, кто-то меня как-то назвал недавно. Это как этот, мирный воин. Вот что-то типа того. Но воин мне не нравится, слово, я ни с кем не воюю. Вот. Я верю в развитие. Я верю, что у меня одна из моих любимых книг это Стив Джобс. И вот у него там есть потрясающая фраза в книге «Кто перестает рождаться, тот начинает умирать». Вот мне не хочется умирать. И мне нравится каждый день рождаться, равняться на себя саму и понимать, что вау, прикольно, год назад я совсем по-другому рассуждала. Это меня вдохновляет и стимулирует дальше развиваться. Я верю, что если каждая женщина, я ведь не особенная, я такая же, как все. И если вот каждое, создать им условия, женщинам, чтобы они стремились вот к такой некому взятию, ответственности, заслужить на себя, то точно можно создать какое-то классное, большое комьюнити, которое объединит тех женщин, которые стремятся к развитию. И если дать им возможность общаться между собой, делиться опытом, поддерживать друг друга, это будет невероятный прояв, потому что скрытый потенциал любой экономики мира это те женщины, которые не работают. Вы знаете, что Центральная Азия за экономист, они делали большое исследование, по-моему, в 2018 году. Вы знаете, какой самый низкоразвитый регион в мире среди женщин, которые работают? Это Центральная Азия. А знаете, почему? Потому что отсутствует культура поддержки друг друга. Вернее, она в принципе везде плюс-минус одинаковая, но здесь она на корню как-то отсутствует. И вот тогда это было такое типа вау, прикольно. Я еще больше, как человек, который живет в Центральной Азии, ужасно люблю свою родину, также сильно люблю Казахстан, и вообще я в принципе люблю людей, люблю любить. Блин, есть еще несколько стран, ну как-то вот что-то надо делать с этим. В общем, какие-то такие у меня мысли были. И если нас было в 19-м году 190 из города Алматы, то сейчас это 5000 женщин из 13 стран мира, причем это такие страны, как Италия, Германия, Англия, Великобритания, это Америка, это Россия, Украина, это Казахстан, Кыргызстан. Прямо практически нету из Таджикистана. Кстати говоря, одна девочка, которая участвует сейчас в нашей методской программе, она, по-моему, в прошлом году, она мне написала в Инстаграме, и она в прошлом году закончила как раз вашу программу, вот как оказалось. И Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, все вот эти страны, чуть-чуть СНГ и Запад. Южная Корея, вот регулярно Южная Корея с нами. Естественно, у нас есть миссия, естественно, у нас есть ценности, и миссия звучит так, что мы хотим объединять женщин и помогать им переходить от вдохновения к действиям. Это самое сложное. Вот реально, ты можешь сейчас вдохновиться каким угодно выступлением, выйти и не начать. Потому что мы все люди, мы реально склонны к тому, что нам страшно, а давай, ладно, с понедельника, ну и так далее. То есть это всем, мне кажется, знакомые, только у женщины. А вообще я, в принципе, про единство, и поэтому у меня есть цель, а есть за цель. Если цель объединить женщин, потому что напрочь отсутствует культура сестринства, то есть я до сих пор сталкиваюсь с тем, что не поддерживают женщины, женщины, которые с хорошими финансовыми возможностями «А что это она там сделала? Что это я к ней пойду туда, за счет меня она будет пиариться? Я лучше свое с комьюнити создам». Ну как бы, мы о чем говорим? Просто у меня толстая кожа, и меня такими вещами не возьмешь. Но это, кстати говоря, это очень известные женщины, которых, если назвать имя, я думаю, что кто-то из вас в зале их точно знает. А я про то, что вместе, единство – это очень классная созидательная энергия. Для меня большой пример всегда это землетрясение в Ташкенте в 1966 году, когда на 90% город был разрушен, и очень многие любят сейчас Ташкент, посещать вообще эту страну. И благодаря чему этот город был вообще потом построен? Благодаря тому, что весь Советский Союз объединился, отправился туда людей, и они вместе построили город. Также, если мы объединимся женщинами и разовьем вот эту культуру сестринства и поддержки, женщины смогут развиваться, женщины смогут сократить такой вот этот экономический гап, который говорит о том, что это скрытый потенциал. Он перестанет быть скрытым. Женщины станут полноценными, реализованными личностями, и на них перестанут реагировать смешно, что что ты тут стараешься. А, ну и вот за цель моя – это чтобы и мужчины, и женщины также сели за стол переговоров, потому что на самом деле я более мужчин понимаю, как фаундер и как предприниматель. Я понимаю, почему они иногда не делают ставку на женщин. Ну и как женщина, я тоже женщина хорошо понимаю. Вот. В этом году что мы сделали? Мы сделали большую менторскую программу. Уже идет третий поток. Это был чистый воды эксперимент. У нас 30 топовых женщин. Джамиля как раз у нас, Джамиля, она одна из наших менторов. Я очень рекомендую женщинам, девушкам, которые здесь. Зайдите на сайт, посмотрите пол менторов. Это действительно очень крутые женщины. Я бы сама у каждой из них, ну ладно, я и так с ними, с каждой с удовольствием общаюсь, но они очень клевые, и мы выполняем этот пул, и идея сделать это большой, рабочей, такой классной менторской программой на весь мир. Она бесплатная, как для менторов, так и для менти. Это абсолютно нон-профит инициатива. У нас уже порядка 850 анкет, у нас порядка 60 женщин, которые прошли эту программу, и 30 очень круто. Поверьте, это топовые женщины стран Центральной Азии и России. Я приглашаю каждую из вас в январе подать заявку и поучаствовать. Помимо этого, мы стартап. Мы делаем социальные, может быть, вы, ребята, такие прогрессивные, вы знаете, что такое Reddit или Quora. Мы делаем Reddit или Quora или Facebook. То есть мы готовим социальную сеть для женщин. Это закрытая социальная сеть не потому, что мы хотим быть закрытыми, а потому что это безопасная площадка, на которой женщины могут не стесняясь какие-то вещи обсуждать. Их другие женщины не будут троллить, их мужчины не будут троллить, потому что шуточки, минуточки постоянно есть, и мы все с этим каждый день, наверное. Ну, как бы где-то под край муха ты это слышишь. Это площадка для того, чтобы вы вместе созидали и развивались. Peer-to-peer, да, education. Вообще, куда идет education? Он идет в peer-to-peer, потому что мне гораздо удобнее встретиться с экспертом по финансам. Я не знаю, час я, час он, мы пообсуждаем, поделимся друг с дружкой опытом, разойдемся, и каждый какие-то инсайты будет применять в своем бизнесе. И это то, куда education tech сейчас идет. И это то, что точно можно решить внутри нашей платформы, потому что, ну, женщины могут объединяться, делиться опытом, ну, и, соответственно, друг к дружке быть экспертом. Она из Бразилии, кто-то из Кыргызстана, неважно, да, и, пожалуйста, общайтесь, создавайте вместе какие-то продукты и так далее. Мы планируем открывать каворкинги по всему миру, ну, и в следующем году это Алмата и Ташкент, и вчера как раз я разговаривала с Даниаром, может быть, мы что-то с ним вместе откроем. Он классный эксперт, мне очень нравится их подход, очень резонирует ценности, поэтому кто знает. Вот. Ну, и creator economy, да, это то, куда идет мир, да, к 2023 году этот рынок будет на 1 триллион долларов, и почему бы женщинам не зарабатывать внутри, создавая классный, качественный контент, и почему другие не могут за это какие-то донаты платить. Вот. То есть это то, куда движется Wonder Women как комьюнити, которая одной ногой стоит и развивает нон-профит проекта комьюнити, а второй ногой это техническое решение, которое позволит всех женщин объединять. Вот. А я так много говорила о себе, что забыла. Ну, как бы чуть меньше времени о том, о чем мы будем говорить. Эти темы меня очень просили девочки, чтобы я раскрыла, организаторы. Гендерная повесть, ну, в общем, зачитывать не буду, давайте сразу перейдем. Что мне хочется сказать женщинам? Вот эта вся история про митинги, про борьбу, давайте докажем. Вот мы сейчас, камон, вот в данный момент у нас столько прав, сколько никогда за всю историю у женщин не было. Хватит, вот любимое выражение Рамиле, это я у него забрала его, хватит ныть. Ну, извините, конечно, может, это не эмпатично, но давайте мы будем пользоваться тем, что у нас есть, чтобы меняться. Хватит ждать, что кто-то когда-то тебе какое-то право даст, оно у тебя уже есть по праву рождения. И поэтому, то есть, 8 марта был митинг большой в Казахстане, в Ламате, и меня спрашивают, а что ты не пошла на митинг? А я весь день смотрела лично, я лично отсматриваю заявки в нашу менторскую программу, а я весь день заявки смотрела с утра до вечера, потому что так я хоть пользу принесу, созидательную пользу. Идти требовать, что требовать? Я топ-менеджер в крупных корпорациях, как экспат, даже не как гражданка России, там в России у себя. Я могу выступать, у нас есть женские туалеты, сто лет назад даже в Гарварде не было женского туалета, поэтому я вот про это. Что хочется сказать мужчинам? Очень немодно сейчас троллить женщин. У меня вчера был только диалог с одним человеком, очень прогрессивный предприниматель, я ему говорю, слушай, уже немодно шуточки отпускать. Вообще реально в любом нормальном прогрессивном обществе равноправие это по умолчанию. Но равноправие, вообще феминизм уже не очень правильно понимают. Что вы там? Клуб феминисток, мне говорят. Но почему нет? Кто такой феминист? Феминист человек, который в принципе заранная права и возможности для любых людей. Будь тот и на инвалидном кресле, будь вот я стоя там на двух ногах, какая разница? У нас равные права в этом обществе, мы про это. Но через призму созидательных штук, а не через призму требований борьбы. Нет. И вот к мужчинам хочется обратиться, что это не модно реально. Вот в нормальном прогрессивном обществе, когда ты вот слышишь шуточки вроде нормальные ребята, предприниматели, когда ты вот это слышишь, ты понимаешь, что ну это уже вот прям уже сразу нет. Вот. И хочется всем сказать, что самый главный ключ к успеху это в единстве и в сердечности. Вот. Дальше хотелось чуть-чуть поделиться с вами тем, как вообще работать в корпорации. Это мой опыт 11-летний. Я не так давно для себя такой вот прям поняла, что в принципе вот эта форма, на мой взгляд, это суперкрутая рабочая формула работы в корпорации. Определите, какие ваши ценности, но только не опишите ценность семья. Семья – это нормальная ценность, ну как бы это естественно потребность любого человека. Определите, что вам, например, важно, чтобы не пропагандировали там алкоголь или сигарет, ну какой-то вот там не вредило окружающей среде или не вредило здоровью. Вот такие какие-то ценности для себя определите. Поймите, какая ваша миссия, для чего вы здесь, вот что вы хотите этим, ну вообще вот в принципе. Вот я поняла, что моя миссия, заключая, моя личная миссия в том, чтобы объединять людей. Я хочу способствовать единству и миру на земле. Вот я вам честно говорю. Я поняла, где я могу это сделать. Я могу это сделать, создав комьюнити, где как минимум сами женщины объединятся, а потом сядут за какой-то диалог вместе с мужчинами. Вот. Профессиональная мечта, это очень важно. За год до того, как я ушла из ChocoFamily, в один прекрасный день, я поняла, что я работаю на мечту чужого человека, в смысле другого человека. Это у Рамиля мечта стать миллиардной компанией и там тоже стать как Google. Моя мечта вообще не такая. А какая моя мечта, я себя спросила. Но тогда я не ответилась на этот вопрос. Я стала искать, а какая моя личная профессиональная мечта. И вот потом я поняла, что моя профессиональная мечта это там, где я все свои хорошие, крутые скиллы могу применять так, чтобы как можно большее количество людей получало пользу. Я поняла, это в Андервумен. И когда я принимаю на работу, у меня сейчас в команде работает 11 человек, когда я с ними разговариваю, первый вопрос, который я им задаю, у тебя какая профессиональная мечта? Потому что если у меня был кейс такой, девочка, да, ты аналитик, а профессиональная мечта у нее, знаете, какая? Журналист. Все, мы с ней поговорили. Кстати говоря, я последние, наверное, года 4, пока я управляю людьми, да, я ни разу никого не уволила. Единственное, что я вообще не знаю, что такое уволить. Я вижу, что человек не работает, и я понимаю, почему он не работает. Он несчастлив на своей работе. Потому что когда ты кайфуешь от своей работы, ты ее делаешь классно. И вот с ней было так же. Давай поймем, какая твоя профессиональная мечта? Она у меня такая. И она, когда мне это проговорила, мы все поняли сразу с ней обе. И всем стало легче жить. Она сейчас ушла в журналистику, ушла с основной работы, перестала работать внутри комьюнити в андро-вумен, как волонтер. Все, она счастлива, она занимается чем-то тем, чем хочет. И это потому, что она поняла свою профессиональную мечту. Поэтому в корпорации можно круто работать, если вот первые три поинта очень соответствуют тому месту, где вы работаете. И я вам искренне рекомендую вот на эту тему перефиксировать, потому что вы точно будете тогда с радостью идти на работу, даже если это банк. Неважно, какая-то там квази-государственная штука. Вот. И, естественно, выбирать не умом, а сердцем. Я, в принципе, про сердечность. Сегодня много об этом говорила во время обеда с девочками и во время завтрака. Я про то, чтобы вообще выключить ум и жить сердцем. Это точно мышца, которую можно натренировать. Я когда-то была очень от ума. И сейчас я ничего не делаю, если мне не говорит это сердце. Когда я делаю что-то чуть-чуть, когда мне ум немножечко так доминирует, это сразу провальная штука. Я потом так кусал локти, мне так некомфортно из-за этого. И каждый раз, вот в этом году было три случая очень неприятных для меня, когда я вот тут понимала, не надо так делать, это касалось Ван Друэмин. А вот тут я понимала, что у меня такая расчетливая штука была внутри, мотивация. Ни один из трех случаев, который был, не принес мне пользы. Потому что это наоборот, вы знаете, такое внутреннее разрушение произошло, что я поняла, что нет. Вот я как решила действовать сердцем, так и действую. Я искренне желаю, вот вчера говорил об этом Даньяр, любовь, ну она как раз вот отсюда исходит. И вот если вы знаете, какая ваша миссия, ценности какие, какая у вас есть профессиональная мечта, и если вы это все дело услышите вот здесь, а это только здесь можно услышать. Реально, вот тут это то, что вам мама с папой сказали, окружение общества, вот вам все говорят сейчас, идите в мир технологий. Если вы не хотите, вы хотите крестиком вышивать, идите вышивайте. Точно найдутся те, кто будут ваши красивые там покрывала покупать, сто процентов. Вот, не нужно идти туда, как стадо, потому что все вокруг это говорят. Вы не будете счастливы, а мы живем только, ну, какое-то один количество раз, в этом, в таком своем виде. Зачем вам надо, ну, как бы за всеми идти? Вот. И по поводу предпринимательства и стартапов, да, я никогда не планировала стать предпринимателем, я думала, что я буду работать в БОК, я хотела работать в Организации Объединенных Наций, но произошел сначала пивот в e-commerce, да, классический e-commerce, и это оказалось очень новый, клевый мир, и я просто очень открыта к изменениям, люблю изменения, и поэтому оказалось это клево, но там очень много страхов, много чего там боишься, не бойтесь, вот просто идите, не бойтесь, глаза боятся, руки делают, но об этом на самом деле очень много говорили до меня спикеры. Важно, да, что вы должны осознавать свою ответственность перед теми, кого вы за собой ведете, потому что они идут за вами, потому что верят в вас, и вот этот выгруз ответственности, он должен вас наоборот мотивировать дальше двигаться. Стартапером. Я никогда не хотела стать стартапером, у меня вообще такого не было в голове, это органично получилось через Wonder Women, когда я поняла, что мне нужно стартап, окей, блин, что я снова в первый класс? Реально у меня была вот эта вот мысль. Так и есть. И очень рекомендую вам начать с ССП Пола Грэма. И, кстати говоря, вот я хотела к вам обратиться, вот я, к сожалению, запомнил имя, вот молодой человек в зеленом худи. Да, я к вам. Вы вчера сказали, что вы, в принципе, не рассматриваете вариант, там, вы не заказ ДФ, вы за него не топите, помните, вы говорили, типа, маленькие ошибочки, но недорогие. Почитайте, есть топ-5, я вам могу его скинуть, одно из ССП Пола Грэма. Пол Грэма – это основатель Y-комбинатор. Вы, наверное, знаете, что такое Y-комбинатор, да, это мека для стартапов. У него есть потрясающе, около 200 СС, и, если честно, вот одно ССП там посвящено прям клиентам и юзерам. Почитайте, мне кажется, это может быть для вас хорошей точкой роста и, возможно, даже пивотом в стартапе, в котором вы работаете. Потому что у меня сейчас порядка 800 уникальных интервью. Я вообще не разговариваю, не спрашиваю советы у друзей, потому что я знаю, что они чаще всего хотят быть хорошими и поэтому тебя поддерживают. А по факту правду тебе скажут только твои юзеры. И поэтому вот почитайте, это очень крутое эссе. Оно одно из самых его популярных, которые он сам рекомендует, с чего начать. И вот так там информации для вас, запомните. Вот. И вообще, то есть любому стартаперу, у вас много здесь девочек, которые тоже говорили, что что-то хотят делать. Почитайте его эссе. Я каждое утро начинаю в будние дни с того, что я по одному эссе читаю, потом что-то выписываю и рефлексирую. Потому что нету ничего, никакой науки для стартапов. Но зато есть Пол Грэм, который это делает просто искренне, потому что он хочет поддержать каждого. Вот. Дальше. А, ну и soft skills. Руководитель будущего, вообще настоящего, не имеет права не заниматься личным развитием. Вот я серьезно. Я наблюдаю эту картину среди предпринимателей, которые не развивают свои личные скиллы. Именно поэтому они до сих пор считают, что прикольно троллить девчонок, потому что они девчонки. Это не прикольно, это же уже не школа, первый класс, где можно было за косички дергать. Это уже такой очень-очень прогрессивный мир. И поэтому опять, да, Стив Джобс, кто перестает рождаться, тот начинает умирать. Команда моя работает со мной больше года бесплатно. Серьезно. Вот тоже некоторые удивлялись, когда узнавали, потому что они в меня верят, я осознаю эту ответственность, я несу ее в первую очередь тоже перед собой, как, вот, ведь каждому из нас, если хочется идти за кем-то, или если вам хочется, чтобы за вами люди шли, вы станьте тем человеком, за которым реально захочется пойти. Но это регулярная работа, и ей надо уделять время ровно столько же, если не больше, сколько вы уделяете время своим профессиональным скиллам. Серьезно. Я, мне есть чем с собой сравнивать, да, я та, которая работала на Экспо и до этого, ну, как бы практически на 95% не занималась этим. Я готова памятник поставить тем ребятам, которые были в моей команде на Экспо. И так там был уровень стресса, просто зашкалил, потому что на тебя давила вся эта штука, да, там, когда там высший шелон власти, который тебе каждый день спрашивает, сколько билетов продано, вот этот уровень на меня давил. Я ничего с ним не делала и транслировала это на команду. То, что они выдержали, они молодцы. И команда, которая в ЧОК и сейчас у меня, когда я действительно для себя осознанно выбрала путь, как личности развиваться. Это два разных подхода. И, как бы, вот это маст для любого. И сейчас вам будет подтверждение, одно видео, которое я вам всем рекомендую посмотреть. Но до этого расскажу про личный бренд. Тоже меня очень попросили про это рассказать. В Инстаграме у меня 3000 подписчиков, поэтому я была удивлена, что меня вообще об этом попросили. То есть у меня не 3 миллиона, у меня 3000. Но личный бренд на самом деле сейчас все воспринимают как вот большое количество подписчиков в Инстаграме. Это не так. Если вы посмотрите список наших менторов, меня спрашивают, как они вообще согласились бесплатно. С Джами Леоем мы познакомились по видео, это был март месяц, и через 10 минут она мне сказала да. Хотя она говорит, я дала себе слово, что я в этом году никакие социальные проекты не беру вообще. но я не могу вам сказать нет. Потому что вот настолько мы друг к другу по ценностям вот сразу почувствовала, что подошли. И это вопрос того, что как бы а потом другие пошли, 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 пошли. А как вообще все это получилось? Потому что я всегда очень ответственно работала, и вот этот корпоративный мир создал для меня очень мощный фундамент моего личного бренда как эксперта. И я никогда, я была на самых денежных коммерческих блоках у меня всегда были, да, в международных ивентах. Такие деньги проходили. Ни разу не позволила себе это. Потому что репутация, она как бы работа, ну как бы дело должно работать на мою репутацию. Поэтому я сплю всегда спокойно. Поэтому мой личный бренд благодаря корпоративному миру у меня получилось стать предпринимателем. Потому что меня Рамиль прям хатил к себе. Потому что у меня хорошая была репутация. Потом я там также хорошо работала. И после этого, когда я пошла уже там где-то в социальные сети, где-то в свое личное дело, мне стало легче. Ну как бы мне действительно легче по этому пути идти. Потому что как бы вы не рассматриваете, в общем, посыл такой, не рассматриваете личный бренд как только инстаграм-страничку. Это не так. Инстаграм-страничка это скорее следствие. Я искренне восхищаюсь теми, кто регулярно ее ведет. У меня бывает запал там за неделю-два поста напишу, а потом я месяц ничего не пишу. Потому что я не знаю, как найти время на это. Поэтому те, кто это делает, они большие молодцы. И это отдельный труд. Это как раз те самые инфлюенсеры, которым все в кошельки залазят. Ну это они работают. А для нас это скорее дополнительная штука, обязательная, которая должна быть. Но при этом нельзя обесценивать корпоративный личный бренд, если ты в корпорации работаешь и в предпринимательской тусовке тоже. Это очень важная штука. Поэтому вот это то, куда вам обязательно надо уделять свой фокус. Вы все очень молодые, вы очень крутые. Я честно два дня здесь нахожусь и думаю, вау, какие ребята. Еще и в Центральной Азии. Кайф. И вот если вы будете вот об этом помнить, потом вам гораздо легче будет везде дальше развиваться. Поверьте, тоже вот. Ну и напоследок, да, я опять хочу сказать, что живите сердцем. Вот серьезно, это лучшее, что могло случиться со мной, познакомиться с собой через сердце. Второе, не ждите ни от кого ничего. Чем быстрее реально возьмете на себя ответственность за свою жизнь, тем быстрее обретете свободу, а значит, вы быстрее обретете себя. Познакомитесь с собой, будете заниматься любимым делом и будете наслаждаться жизнью и улыбаться, а не вот такими хмурыми ходить. Вот. Развивайтесь. Обязательно, регулярно развивайтесь как в профессиональной сфере, так и в личностном росте. Запомните, личностный рост маст в наше время. Вы сами не пойдете на какого-нибудь злого дядьку или тетку работать. Серьезно. А почему вы думаете, что эту ответственность нельзя на кого-то прикладывать. Всегда надо помнить о том, что мне тоже нужно развиваться, эмпатию развивать в себе. Какие-то штуки, которые помогают не увольнять сотрудников, именно увольнять, а помогать им прийти к тому, что они занимаются нелюбимым делом. освободить их и позволить им заниматься тем, чем им в кайф. То есть вы на самом деле осчастливите другого человека. Но прежде, чем вы это сделаете для кого-то другого, вы сделаете это для себя. Не будьте для кого-то хорошими. На себе концентрируйтесь. И это прямо моя искренняя вам рекомендация. Ицхак Адизис. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает его. Ицхак Адизис. Это гуру менеджмента. Он консультирует бизнесменов топовых в мире. Он консультирует президентов. Это израильский... Ну да, он гуру менеджмент. У него есть институт Адизиса. К нему не идут стартаперы, потому что там нет никаких бизнес-процессов. В принципе, а вернее, там только гипотезы надо тестировать, бизнес-процессы потом устраиваются. К нему идут устойчивые компании и, естественно, страны. Для меня было удивлением узнать, что он так же, как... То есть мы с ним оба практикуем медитацию, которая называется Heartfulness. Это тоже очень такая... Жалко, что я их не написала, но ладно, пусть будет вам рекламка Heartfulness. Это очень крутая медитация на сердце, как раз-таки, позволяющая вам вообще с собой познакомиться. Так вот, у него есть потрясающее видеоинтервью для Harvard Business Review. Вот очень много вчера и сегодня говорили про технологии, про роботов и все такое. А вот как раз в этом видео он говорит о том, как нам, людям, не проиграть роботам и роботизацией. И вот как раз он в этом видео говорит про сердечность, что сердце это единственный орган, который невозможно будет заменить ни одному роботу. В прошлом году YouTube во время пандемии сократил количество живых модераторов, потому что оптимизация костов. Что вы думаете, через несколько месяцев он вернул все это обратно, потому что роботы банили все подряд. И обычные, нормальные, классные видео не позволяли выходить. Ну, естественно, что создатели контента начали жаловаться. В этом году Facebook, сколько жалоб по отношению к нему, что мало живых модераторов, много роботов, и Facebook реально становится некой свалкой. Потому что никогда робот не заменит наши чувства. Познакомьтесь с собой, оживите свое сердце, оно живое, в смысле, пробудите его вот тут, вот сонастройте, и у вас будет очень крутой, успешный бизнес там, где вы то, чем вы там, не знаю, с детства мечтали заниматься. Я с детства мечтала объединять людей, что-то вот такое созидательное делать. Как бы я вот так ни шла, я все равно пришла к этому. Ну, хотя вся моя работа на самом деле с этим была всегда связана. Вот. Поэтому оно прямо так называется для огорода бизнес-ревью Russia. Вам нужно перестать бояться чувствовать. Здесь есть линк, но, может быть, там кто-то сфоткает и его введет, или просто вот это введите в YouTube. Потрясающее видео, и пусть это будет для вас такой классной отправной точкой в мир познания себя через этот орган и, естественно, тогда созидание крутых штук. Потому что фундамент в виде знаний вас потрясающе заложили. Вот. Все? По-моему. А, да, все. Спасибо большое. Кюнэй, по традиции, вопросы. Казахстан, Душамбе, Алматы, Душамбе. Да, вопрос там, можно микрофон? Здравствуйте еще раз. Спасибо большое за презентацию. Мне кажется, она была настолько мотивирующая, интригующая, столько дополнительных материалов, которые мы можем в дальнейшем изучить. Я сейчас работаю тоже на большую корпорацию, и мне было интересно в вашей презентации вы упомянули, что когда нужно момент повышения, что часто выбор идет в сторону мужчины, вместо того, чтобы женщины. Можете, пожалуйста, объяснить, какая же причина за этим стоит со стороны мужского мышления? Спасибо. Могу, потому что мужчина не пойдет в декрет. Серьезно, это фидбэк от тех предпринимателей, от тех руководителей, с которыми я всегда работала и общалась. Когда я пришла в Экспо работать, мой непосредственный шеф мне сказал, только не думай забеременеть, пока Экспо не закончится. Окей. Типа, замуж еще ладно, но только не думай беременеть. Это реально большая, серьезная причина. Но я вам хочу сказать с обратной стороны, знаете, почему они так не хотят? Потому что очень часто женщины в декрете начинают заниматься своим делом. Вот она сидит три года в декрете, сама мыло варит, продает еще. Значит, у нее есть ресурс на реализацию себя. А если у тебя есть ресурс, и у тебя занято место в корпоративном мире, ты зачем его держишь? Скажи честно. Я тут понимаю, что мыло нравится варить. Я пошла. И освободи это место, потому что человек на тебя делает ставки, чаще всего руководители, мужчины, на них очень большой груз, что в корпоративной среде, что в предпринимательской сфере, просто деньгами. Разные суммы и разная важность. Но по сути, боль у них одна. Именно поэтому они не делают. Но я хочу что вам сказать, что не бойтесь сказать, не бойтесь, что я хочу повышения. Потому что это мировая статистика, Big Four это делал, что женщины берут... Знаете, когда я пришла в ChocoFamily, что мне сказал Рамиль? Одно из первых. Ну, ты понимаешь, да, ты должна будешь доказать правлению, что ты крутая. Я ушла, пару дней переваривала, потом пришла к нему, говорит, ты знаешь, это попахивает каким-то... Ты девчонка, докажи мне свою любовь. Я говорю, слушай, докажи. Тебе мой послужной список за спиной не показатель? Он мне говорит, ну, ты же в IT не работала. Я говорю, а вы бы сделали то, что сделала я? Вы весь тикетинг бы на себе вывезли? Этот уровень стресса перед такими большими дядечками выдержали бы вы? Молчит. Я говорю, поэтому давай исключим слово доказать в принципе из нашего с тобой лексикона. Парня берут всегда за потенциал. У него клевый потенциал, у него большое будущее. А девчонке надо прям корячиться, стараться, чтобы доказать. Но если вы чувствуете, что вы не боитесь взять на себя ответственность, как делала я, я приходила и говорила, слушай, мне не нравится, что у нас про экологию, мы вообще не занимаемся в Чоков-Эмале корпоративной социальной ответственности. Я хочу, чтобы мы этим занимались, готовы взять на себя ответственность. Погнали. Понимаете? Вот если вы здесь не будете стесняться, почитайте книгу Шерил Сэмберг, не бойся действовать. У вас крылья вырастут, я вам серьезно говорю. Потому что вот это вот заявить, надо не бояться заявить о себе. Но будьте готовы, что вам будут говорить. Какая-то ты дерзкая. Ты дерзкая, ты наглая, рада, мне говорили. Мне Рамиль так говорил. Ты какая-то наглая. Я говорю, если бы тебе это сказал Коля Щербак, директор твоего проекта, в котором ты работала, я говорю, если бы тебе искал Коля Щербак, директор Чико Фуда, я говорю, ты бы вообще сказал, красавчик, погжал бы руку. А я для него была наглая и дерзкая. Он это говорил с улыбкой, мы никогда не ругались. И он сам признает, что я помогла вот это мышление где-то поменять. Но не бойтесь, если вы уверены в своих силах, вы знаете, что вы классно работаете, вы чувствуете, что за этим будет результат, скажите об этом. Давайте как-то вместе потихонечку помогать мужчинам принять решение, что окей, я поставлю на нее ставку. Раз, раз. Еще вопросы? Рада, спасибо большое вам за вашу вдохновляющую презентацию. У меня вопрос, вы упомянули про жить сердцем, упомянули про медитацию. Есть ли какие-то еще, помимо медитации, а может быть, вы даже больше про медитацию расскажете, что вам еще помогает жить сердцем? Не знаю, это может быть спорт или йога, что-то такое. Просто интересно. Йога, медитация, регулярность. Чем регулярнее медитируешь, тем больше чувствуешь результат. Йога, занятие любимыми делами. Я не делаю то, что мне не нравится. Я реально не буду этого делать. И делаю только то, что мне нравится. Я осознанно не общаюсь с теми, кто обсуждает других людей, кто обсуждает и ругает государство. Я вам клянусь, я недавно жила в Ташкенте три месяца. Вот они сидят и ругают свое правительство. Вот казахи молодцы. А у нас тут в Узбекистане. То же самое, поверьте, по тем вопросам, пока ты везде одинаковые сложности, везде классные кейсы есть. Вопрос, на чем ты концентрируешься. Я ограничиваю общение с такими людьми. Я, в принципе, поменяла немножко образ жизни, потому что такой образ жизни он требует, ну, в смысле, если я взяла на себя, я поняла, как прикольно жить сердцем, как это на самом деле тебя освобождает, но при этом меняется твой образ жизни в целом. Я имею в виду, ночь плавно перетекает в раннее утро. Нужно быть готовым к тому, что ваши друзья будут считать, что ты в секте, что тебя пора спасать, что ты в 10 уходишь домой, потому что тебе в 5 утра вставать. У меня ранний подъем. Такие свои собственные ритуалы, которые делают меня радостной. Вы лучше других знаете, что вас радует. Делайте это. Позволяйте. Нравится дарить вам цветы себе. Вот хочу себе выдарить цветы, я пойду и себе куплю цветы. И ничего в этом такого нет. Ну, вот я не знаю, вот такие мелкие штучки, я регулярно их делаю, и вот это позволяет мне все больше и больше жить вот этим местом, потому что я выбираю только то, что отсюда идет. И когда редкие случаи, когда я этого не делаю, я потом очень больно падаю. Ну, вот этот кейс, я просто не хочу прям совсем в подробности удаваться. Это как раз та женщина, которой я хотела, ладно, расскажу, хотела одну женщину взять менторскую программу, она такая прикольная, известная в Казахстане. Я думаю, ну, блин, она прикольная, реально отдельные вещи. Говорит, я фоловила ее тогда. Возьму ее к нам в менторы. Прикольно же? Ну, и она у себя расскажет, ну, как-то чуть больше будет охват. И я услышала потом, как она сказала одному из наших менторов, что что-то я буду там за ее счет пиарить. А, в смысле, она за мой счет будет пиариться, я пойду и сама это сообщество создам. Пошла и создала, ну, ради бога, да? Так вопрос о том, что я не делаю это вот этим местом, понимаете? Я сделаю это вот этим. Я очень больно, потому что мне сам разговор с ней был, вы знаете, настолько некомфортен, я настолько по телу ощущала такой жар какой-то некомфортный. Я не позволяю себе такие штуки. И вот здесь вопрос того, что я не буду, ну, больше я такие вещи не делаю. Ну, то есть, когда вы почувствуете, что вы в удовольствии все делаете, вы не захватите делать что-то не в удовольствии. И я всегда... Самый сложный момент был с родителями, потому что мы все восточные... Ну, как бы люди, да? Мы родились и выросли, я и мои родители в Азии. Самое сложное было им объяснить, почему я, а, не возвращаюсь в Казань, а я у них одна, у меня был брат, он погиб в аварии, и как бы по всей классике восточной семьи я должна была вернуться к родителям, ну, и, собственно, жить около них. А я поехала жить одна в Алма-Ату. Я выбрала сердце. Первый раз, кстати, тогда я выбрала, осмелилась. Я шла по Алма-Ате, когда я поняла, что я гражданин, я дышала, и я понимала, что реально у меня как будто крылья сзади. И здесь я объяснила им, что либо вы рядом с собой, это ваше желание, не мое. Либо я с вами, но несчастна, либо я где-то, но я счастлива. И вот здесь вот это был самый переломный момент, на самом деле, с родителями. Их приучить к тому, что ты живешь не как они тебе говорят, а как ты самочувствуешь. Здесь вот будьте смелыми в этот вот момент выбрать. Ну, и сами начнете, вот знаете, он поводырь, на самом деле сердце наш поводырь, он классно ведет тебя. Что ты делаешь в душе. Спасибо. И здесь был еще один вопрос, да? Вы одновременно поднимали руки, по-моему? Да, можно один. Это будет финальный вопрос, и мы перейдем дальше. Спасибо большое, Рада. Очень интересно, познавательно. Мне интересно, с чего можно начать определение своей профессиональной мечты. Мне кажется, с этим бывает сложно, особенно вы говорили про как абстрагироваться, да, от внешних каких-то влияния. Влияние, конкуренции, скажем так. Как понять, с чего начать? Влияние и конкуренции – это не важная вещь. Ну, то есть, внешнее влияние, все-таки там, многие идут в аудит, да, и как понять, что тебе это не нужно, но с чего вообще начать определение своей мечты профессиональной? Вспомните, чем вы мечтали в детстве заниматься. Я когда была маленькая, я никогда не играла сначала в куклы. Я когда была маленькая, у меня всегда было много бумажек. Я вот три года, вообще неосознанная история. Я подписывала их, что-то в какую-то, в тетеньку начальницу я играла. И, собственно, я к этому шла, весь свой профессиональный путь. И я выбрала сначала реализацию профессиональную, и только потом построение своей семьи. То есть не наоборот, как привыкли это делать, или только построение своей семьи. Я пошла от того, о чем я мечтала с самого детства. Вспомните, вот вы прям сядьте одна, возьмите себе там, не знаю, какую-нибудь вкусную там чашку кофе, сядьте, когда никого нет в какой-нибудь классной, уютной кофейне, и просто начните с собой знакомиться. Давай там, привет, как вас зовут? Тахмина? Привет, Тахмина. Что ты любишь? И вы пишите, что вы любите. И посмотрите, что из этого, начните пробовать, экспериментируй, что из этого может где-то в корпорацию лечь. Вот этот слайд обязательно, там, я не знаю, хотите, я зашерю вам всем эту презентацию. Миссия ваша, ценности ваши, а какие мои ценности? Начните знакомиться. И ответы придут сами. Серьезно, сами придут. И тогда вы поймете, куда вы идете. А потом также берете тому общение. Знаете, по сути, по большому счету, всем до вас все равно, кроме родителей. Поэтому единственное, где вам искренне, я с вами, держитесь, наберите смелости сказать это родителям. Что я, ведь вы же наверняка хотите чего-то очень экологичного, что не вредит окружающим. Ну, значит, вас точно примут, родители от вас не откажутся. А остальные все, come on, одно окружение придет, другое окружение 100% на его место встанет. Поэтому не бойтесь. Но знакомьтесь с собой. Это единственное, как я могу сказать, начните с собой знакомиться вокруг ритуальчиков. Спасибо. Спасибо большое. На этом все. Спасибо большое. Пожалуйста, я же как заключительный спикер. Я бы очень хотела сказать большое спасибо Бекаим, Сивари. Я вот что-то их здесь не вижу. А, вот. Теперь я могу об этом говорить, когда вы знаете, где я работала в плане организации больших ивентов, топовых, мировых ивентов, да. Я хочу сказать вам большое спасибо за вашу крутую организацию, потому что вот все как часы работают. Если честно, я думаю, боже мой, если бы я сейчас занималась чем-то таким, я бы точно нашла пути какие-нибудь, чтобы вы со мной тоже работали, потому что вы очень на высоком профессиональном уровне все сделали. Я первый раз в Бишкеке, и я последние пять лет прям мечтала здесь побывать. Мне еще все говорили, блин, ты из Ташкента, живешь в Алматы, что делать в Бишкеке? То же самое. Нет, хочу. И благодаря вам, вашей организации, вот тому, как вы это сделали с любовью, я буду уезжать отсюда с таким классным, теплым ощущением, потому что вот все-таки город это люди. Люди не любят Астану в Казахстане, я ее обожаю, потому что я бы и там жила, если бы там не вот эти минус 100 зимой, поэтому я уехала оттуда. Но я ужасно люблю Астану, и потому что Астана для меня это люди. С первых дней, как я туда приехала, то же самое Бишкек. Это люди, это вы. Как вы меня в аэропорту встретили, как вообще в принципе вы со мной всю коммуникацию вели. Ребята, которые здесь, с которыми я случайно вчера ужинала, завтракала, обедала. Спасибо вам огромное за этот потрясающий опыт, за эти два дня. А еще я бы хотела сказать Олесе вам, наверное, как представителю здесь вот американской стороны. Я вчера поймала себя на мысли о том, что я никогда не осознавала, оказывается, как много, ну, я действительно очень люблю Центральную Азию, и как много Америка делает для того, чтобы дать возможность молодежи Центральной Азии стать полноценными, такими очень уверенными в себе, членами международного сообщества. И я разговаривала вчера буквально с вами, говорю, слушай, а почему мы не знали про эти программы? Я говорю, вы убежали? Думала, что, блин, все, в Узбекистане шансов не будет. Были шансы, оказывается. Вот. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы делаете. А, извините, вот еще с вами мы за обедом познакомились. Спасибо вам за то, что вы делаете, потому что это прям очень окрыляет. И когда ты смотришь на то качество аудитории, которая с нами, это очень круто. Вы много души вкладываете. И спасибо. 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 Это была Рада Ислама. Ислама, это тоже.